19 января все православные отмечают крещение Господне. В эту ночь верующие нередко окунаются в прорубь. Но, как предупреждают врачи, делать это можно далеко не всем. Руководитель Центра профилактики и общественного здоровья Зарема Тен рассказывает, что купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с любыми хроническими заболеваниями. Есть противопоказания, есть категория граждан, которые имеют хронические заболевания. То есть, это пациенты, имеющие хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательные системы, такие как остеопороз, остеоартроз. Пациенты, у которых частые обострения остеохондроза позвоночника, таким пациентам не рекомендуется, то есть им в принципе не рекомендуется переохлаждение. А купание в ледяной воде тем более противопоказано. Также не стоит окунаться в прорубь без подготовки. Ведь это большой стресс для организма. Желательно начинать закаляться постепенно. Но если все же решились, то нужно обязательно взять с собой теплую одежду и горячий чай. Обязательно возьмите с собой махровые полотенца, потому что сразу после окунания нужно хорошо обтереться, чтобы избежать переохлаждения. Обязательно взять с собой теплую одежду, которую очень легко надеть сразу после покупания, теплые носки и горячее питье. Медики подчеркивают, необходимо заранее ознакомиться с правилами погружения в ледяную воду. Когда человек опускается в ледяную воду, ни в коем случае нельзя нырять головой вперед. То есть это категорически противопоказано. В принципе, потому что это может вызвать резкий спазм сосудов головы. Ну и по технике безопасности всегда необходимо спускаться, начиная с нижних конечностей. После того, как человек окунулся, сделал три окунания, ни в коем случае нельзя находиться длительное время в воде, надо сразу выйти и одеться в теплую одежду. Врач также посоветовала не устраивать долгих заплывов, а завершить процедуру как можно быстрее. Продолжение следует...